Приветствую всех, дорогие друзья! Рад вас всех видеть, с вами снова Крюга ТВ. Вы хотите чего-нибудь пикатненького? Тогда вам не сюда, вам надо на определенные сайты, где будут рекламировать увеличение ваших волос шампунем лошадиные силы. Сегодня же мы поговорим про Ками. Впрочем, это тоже довольно пикантная тема, все-таки я соврал. Ибо Ками это божество на японском, но в нашем случае, ну это божественное говнище. Конечно, когда-то я об этом говорил именно так. Теперь взглянув на этот танк по-новой, могу сказать, что, ну, во-первых, вам не обязательно на нем играть, это боевой рейтинг 1.0 и за японскую сторону это проходится за 2-3 боя, а также на этом танке в целом все-таки можно играть, хотя у него есть определенные особенности. Прежде чем мы начнем разбираться с этим всем, напомню вам про блогерскую чепуху. Рад, если вы помните, что это такое, ну и благодарю за понимание. Ну а теперь к Каме приступим. У нас есть пушка, удивительно, если бы ее еще не было. Хотя перворанговые японцы в общем-то грешат тем, что не ставят на свои танки хоть что-нибудь похожее на пушки. Например, возьмем Иго Ко с 57-миллиметровкой Type 90, у которой пробитие на тех же самых каморниках 20 миллиметров, и в принципе все становится понятно. У Каме такой проблемы нет, и это хорошо. Хотя 37-миллиметровую пушку Type 1 назвать эффективной довольно проблематично. В чем подвох? Да, у нас есть каморники, но каморники эти работают довольно сомнительно, ибо калибр-то совсем невелик. Пробитие на стоковом боеприпасе довольно маленькое, и пока вы не выкаичите топовый, то будет сложно. На топовом пробитие 57 миллиметров в упор, и 39 миллиметров на 500 метрах. О чем это нам говорит? На дистанции там ближе к километру вы перестаете пробивать противника. В принципе. А причем это касается не только каких-то более-менее защищенных танков, типа боевого рейтинга там 1.7, 2.0, но и вообще практически кого угодно. Тем более если попадется какой-нибудь наклон. Ну и к тому же это говорит нам о том, что несмотря на начальную скорость в 800 метров в секунду, энергия снаряда, его вес невелики. А значит, он будет максимально быстро терять свою траекторию полета. Ну, вернее, он просто имеет слабую баллистику. На дистанции попадать этим будет сложно, ибо этот снаряд максимально быстро теряет скорость, падает в процессе, ну и там уже на расстоянии в километр баллистика изменяется существенно, по сравнению с тем, как он летит первый метр в 500. А также из минусов данного боеприпаса можно отметить то, что он, ну, я бы не сказал, что нормально работает по наклонной броне. Это тоже удивительная особенность японского орудия. В принципе, все мелкашки работают по наклонной плохо, но здесь совсем грустно, хотя мы не так уж и много именно противников с наклонной броней встречаем. Ну и еще один привет из будущего, так сказать, это время перезарядки. На экспертном экипаже 4,3 секунды. Это не быстро. Американцы и некоторые другие танки перезаряжаются быстрее. Хотя есть и те, кто дольше, чем мы, это, например, итальянцы. Но, откровенно говоря, их в бою немного, поэтому вам рассчитывать особо не на что. Скорее всего, вас перестреливает противник. Из плюсов тоже они тут есть, и причем существенные. Это вертикальные углы наведения от минус 10 до 24 градусов. Проблем с тем, чтобы стрелять по противнику из-за укрытия. У нас особо не возникает, именно если это вертикальная какая-то складка местности. И также скорость поворота башни довольно терпимая. 11 градусов в секунду могло быть и хуже. Хотя быстро назвать ее для резерва точно нельзя, и, откровенно говоря, часто будет вас она напрягать. Из огромных плюсов, которые можно отнести к возможностям Ками, это наличие одноплоскостного стабилизатора, иначе говоря, плечевого упора. Он, соответственно, наводит орудие по вертикали и не дает нам раскачиваться. Но действует только до определенной скорости. То есть на скорости, там, примерно до 10-7 километров в час вы будете стрелять практически на ходу. Но чем больше скорость, тем сильнее вас раскачивает и уже ничего не помогает. Но приблуда очень классная, на американцах есть, пользуюсь, так сказать, всем рекомендую. Поэтому здесь Ками определенно в плюсе. Его орудие можно охарактеризовать как средненькое. Им нужно уметь пользоваться и желательно не стрелять на большие дистанции. Тогда жить с этим можно. Бронирование, размеры танка. И вот здесь есть подводный камень. Я бы сказал в прямом смысле, блин, подводный камень. И вы просто почувствуете эту игру слов. Ками, он плавающий. Да, это плавающий танк. На нем вы можете пересекать водные преграды. И он реально будет у вас в воде находиться. И будет подводный камень. Короче говоря, это танк, который не обладает бронированием достаточным, но умеет плавать. И, кстати говоря, потому что он плавающий, у вас огромный объем корпуса и габариты. По размеру эта штука, наверное, приближается к тяжелым танкам середины войны или конца. И, конечно же, это минус, поскольку по такой огромной туши, еще и без брони, легко попасть и легко его уничтожить. Из плюсов минимальных это лобовое бронирование башни, маски, орудия в 30 мм. Все остальное это отборная картонка из-под собаки толщиной в 12 мм. Или толщиной в 10 или 6 мм, если мы говорим о ВЛД и бортах. Карма защищена тоже очень слабо. Короче, нас пробивают самолеты, нас могут пробить даже с пулемета в упор. И, естественно, это говорит нам о том, что будет тяжело. Огромные габариты корпуса и слабая защищенность — это любовь нас и артиллерии. Любовь нас и самолетов. Ну и, конечно же, других противников. И если у ЛВТ есть шансы переживать много попаданий за счет огромных габаритов корпуса и большого количества членов экипажа, и самое главное того, что они разнесены по корпусу, у нас, я бы не сказал, что много таких возможностей. Четыре члена экипажа сидят довольно тесно в передней части танка и все вместе. То есть, конечно, не всегда это будет ваншот, но зачастую именно он. А радует то, что на боевом рейтинге 1.0 есть много не каморных снарядов, а просто болванок бронебойных, и они, если попадают в башню, например, конечно, нас уничтожать ваншотом не будут. Однако в этом танке по бортам еще и много боеукладок и топливные баки, причем ввиду особенностей конструкции они находятся довольно высоко для того, чтобы танк обладал некоторой плавучестью, а значит это все будет гореть и весело взрываться. Так что у Ками есть проблемы. У него нет брони и огромные габариты, и нет живучести. Это плохо. Но, опять же, при игре от башни есть и даже мизерные шансы что-то танкануть, и отличные углы позволяют это сделать, да и сама проекция башни небольшая, так что будет удобно. Не забываем о том, что у нас еще этот стабилизатор есть, и можно стрелять из-за холма, выехал, стрельнул, уехал. Также хотелось бы отметить подвижность. У нас она далеко не велика для нашего боевого рейтинга 1.0. Мощность двигателя в 115 лошадиных сил на 9 тонн массы, это порядка там 13 лошадиных сил на тонну. Когда стюарты летают, имея 20 с лишним лошадей на тонну, у нас всего 12. И как бы от перестановки этих двух цифр меняется очень многое. Мы довольно медленный танк. Не сказать, что совершенно не едущий, но, тем не менее, опаздываем на поле боя. Это, естественно, неприятно, потому что с такими габаритами вас будут замечать, и, конечно же, не давать добраться до позиции. Приходится выкручиваться. Максималка 40 км в час вперед, скорость движения назад 10 км в час, что, кстати, очень здорово. Ну, хоть это есть. И поворачивает танк тоже вполне себе адекватно. Однако именно с точки зрения максимальной скорости движения вперед и динамики разгона он уступает многим своим конкурентам. Тем более, опять же, есть всякие БТшки, есть американские стюарты, которые куда быстрее, и британские эти крусейдеры. Так что у Ками сложная миссия добраться до позиции и оттуда начинать со стабилизатора что-то расстреливать. Если подводить итог, это довольно обычный танк первого ранга. Вернее, он крайне необычный, но по геймплею он не выделяется чем-то в лучшую сторону или в худшую. У него есть стабилизатор, у него каморники, но, в общем-то, на этом-то и всё. Огромные габариты не помогают нам выживать, хотя при этом всё-таки это не самый компактный и легко взрываемый танк игры. Мы можем плавать, но толку от этого, в общем-то, нет, и нас убивают легко самолёты и арта. Вот какой-то такой итог по Ками можно подвести. Несмотря на то, что он выглядит нелепо, это всё ещё довольно эффективная техника на низких боевых рейтингах, ибо именно там он воюет, и многие противники просто не понимают, как это всё работает. А умения это довольно много, тем более, что, опять же, благодаря использованию всего одной детали этого одноплоскостного стабилизатора, вы во многих ситуациях выходите победителем. Да, у вас из-за огромных габаритов корпуса нет такой возможности быстро выехать из-за препятствия и кому-то влепить, но именно это и компенсирует стабилизатор. Вы выезжаете на невысокой скорости, и пока противник останавливается, вы его поджидаете за углом, как очень жирный хищник, а лев, который съел антилопу, но хочет ещё одну, ну, в общем-то, вы езжаете, стреляете, и вы, скорее всего, будете первым. Может не повезти, и самая главная проблема, может не повезти, если это будет ЛВТ, ибо убить его ваншотом нереально, а вот он вас порвёт. Но, тем не менее, шансы есть. Всегда надо просто уметь пользоваться, а уж чем, это вопрос второстепенный. Играйте и веселитесь, на этом вполне можно. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, увидимся в следующих видео, всем удачи и всем пока-пока.